Всем привет! Меня зовут Таня, я рада приветствовать вас на этой новой неделе с новым словом от Господа. Сегодня Господь идет нас к Евангелию от Луки к 22 главе, мы с вами прочитаем 32 стих. Здесь Иисус говорит, обращаясь к Петру. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Итак, здесь Иисус говорит, что он молился за Петра, чтобы не оскудела его вера. Петр был тем, кто имел откровение, что Иисус — Мессия. А если у него было откровение, значит, у него была и вера в это. Ведь откровение, придя, принесло ему соответственную веру в сердце. Но Иисус молился, чтобы эта его вера не оскудела. Оскудевать — значит, становиться скудным, недостаточным. Оскудный здесь — это недостаточный по количеству или силе, незначительный, согласно толковому словарю русского языка Ефремовой. В украинском переводе Ивана Гиенко на месте слова «оскудеть» употреблено слово «зменьшиваться» — «уменьшаться» в соответственной форме. В расширенном переводе Библии написано о том, чтобы вера не ослабела, не потерпела неудачу. Итак, из этих вариантов перевода одного и того же местописания видим, что вера может не только возрастать и укрепляться, но ей свойственен и обратный процесс. В действительности сказанной натолкнула меня на мысль о том, что вера не стоит на месте, это динамическая сила, и она не может находиться в одном состоянии. Она либо растет и умножается, либо ослабевает и уменьшается. И Господь молился так за Петра в момент давления. Можно сказать, то был момент испытания для учеников, ведь они, не поняв слова Иисуса о том, что именно такое должно случиться с Мессией, разбежались в страхе и трепете, и полном недоумении в отношении происходящих событий с их учителем. Петр не побостровал и трижды отрекся от Христа, от того, кого недавно призвал Мессией помазанным. Это был трудный момент для их всех. Из этого следует, что искушение, вражеское давление имеет своей целью ослабить веру в верующего. Ведь Иисус молился о том, чтобы вера Петра не оскудела именно в этот момент испытания, не раньше и не позже. Что говорит о том, что возможность для ослабевания веры возникла именно тогда. Поэтому испытания не посылаются нам для того, чтобы укрепить нашу веру, но его подстраивает враг, пытаясь ослабить, уменьшить веру людей Божьих. При этом люди, имеющие откровение, особенно привлекают к себе внимание. Ведь здесь Иисус молился именно за Петра. И именно Петр столкнулся с давлением отречься от Иисуса. Ни о ком другом больше не говорится ничего подобного. А ведь именно Петр был тем, кто получил откровение о помазании Иисуса. И именно его вера столкнулась с вызовом. И вызов для оскудевания веры состоит не столь в давлении самых трудных обстоятельств, не столько в том, чтобы выдержать испытания, сколько в соделанной ошибке под давлением обстоятельств испытания. Другими словами, вера Петра подверглась испытанию не столь в момент взятия Иисуса, сколько в момент его отречения, так как критический момент для Петра настал именно когда он отрекся. Ведь после того, что он сделал под давлением тех обстоятельств, с которыми пришло испытание, его вера могла потерпеть полное поражение. Он мог отойти от учеников, отпасть в обиде и сожалении, почитая себя больше не достоин обетований Божьих и звания ученика Христова, разочаровавшись в жизни и людях. О нем говорится, что он отошел в слезах, когда пропел петух, он отошел. И теоретически он мог ведь и не возвращаться, принять свое полное крушение и неудачу. Но этого с ним не произошло по одной причине, потому что Иисус молился за него, молился о том, чтобы его вера не оскудела, не потерпела поражение. Из этого можно сделать также вывод и о том, что когда человек успешно выстоит во время определенной бури в обстоятельствах, во время испытания, искушения или проверки, тогда это укрепит его веру, вместо того, чтобы ослабить. Но если человек оступится под давлением обстоятельств, тогда его вера по-настоящему столкнется с трудностями, потому что после соделанной ошибки возникнет сомнение в праведности, и тогда вера ослабеет в праведности, которую мы получили через Христа, то есть в праведности Христа, которая в нас. И тогда вера ослабеет, потому что вере необходима праведность, вера действует через наше понимание праведности во Христе. Ведь оступившись, человеку может быть трудно возвратиться назад к вере. Ему кажется, что все кончено и что все прежде приложенные усилия тщетны. Поэтому в такой ситуации существует еще больше искушения в том, чтобы отпасть от веры. Но этого нельзя допустить. Интересно, что нигде больше в дальнейшем не говорится о том, чтобы Петр стыдился компанией остальных учеников из-за соделанного, или чтобы он избегал Иисуса от чувства вины и позора. Нет, он хотя и оступился, но не отпал. Его вера хотя и пошатнулась, но не потерпела поражения, не ослабела и не потерпела поражения. Поэтому он вернулся в ряды апостолов и занял свое место в позжьем плане, впоследствии достигнув больших побед для Царства Божьего. Ведь и рассматриваемый стих не заканчивается словами Иисуса только о том, чтобы вера Петра не оскудела. Но чтобы, обратившись или возвратившись, восстановившись к прежнему положению, он утвердил и укрепил и братьев. И это именно то, что и произошло с Петром. Хотя он допустил ошибку, он не позволил ей возобладать им и блокировать его дальнейшее продвижение, отбросив его назад. Но вместо этого он возвратился с тем, чтобы не только продолжить свой путь с Богом, но чтобы и других укрепить. Итак, эта история открывает нам, что хотя люди Божьи, находясь в несовершенном теле и будучи окружены несовершенным миром, могут допускать ошибки или промахи, должны вставать и продолжать двигаться с Богом, забывая заднее через покаяние, простираться вперед к высшим целям и почести высшего звания во Христе. Потому что ошибка – это еще не поражение в вере. Поражение, не дай Бог, придет тогда, когда человек примет ошибку как поражение и попадет под осуждение чувством вины и недостоинства, позволив таким образом вере оскудеть, ослабеть. Но ошибка – это всего лишь ошибка, к тому же с ней Иисус уже и разобрался на кресте. Так что после покаяния ее больше не существует, поэтому людям Божьим следует подниматься и двигаться дальше, так как вроде бы ничего подобного никогда не происходило, не позволяя чувству вины, несамодостаточности и недостоинства влиять на свою веру. Ведь у Господа есть не сравненно больше того, чем мы просто помышляем. Так что всем следует продолжаться простираться к этой цели, что невозможно без веры. Именно по этой причине мы не можем позволить ей ослабеть. Никогда и ни при каких обстоятельствах. И когда люди Божьи будут подниматься таким образом, они будут укреплять и утверждать многих. Вот в чем идея. Идея не заключалась в том, чтобы остаться, валяться в грозе, но чтобы подняться и помочь подняться другим. Но это не все, что раскрывает нам эта история. Здесь говорится о том, что Иисус молился за Петра. Другими словами, Он ходатайствовал за него. По этой причине с ним и с его верой не произошло ничего печального впоследствии. И что говорит Писание? Разве не написано, что Иисус ходатайствует за нас, что Он есть ходатай нового Звета, что Он ходатайствует за нас? И ходатайствует о чем? Чтобы не ослабела наша вера. Так что по этой причине мы не потерпим поражения в вере. Потому что Иисус ходатайствует за нас. Так что Его молитва, Его ходатайство не позволит ничему печальному случиться с Его избранными или с их верой. Аллилуйя. И это и даст нам возможность и способность и других утвердить слава Господу. И не только Иисус, но и мы можем молиться. Мы можем ходатайствовать друг за друга. Так что по нашей молитве Господь не даст потерпеть поражение в вере и нашим близким. То есть тем, за кого мы будем молиться. Так что людям Божьим нужно научиться не обвинять друг друга, но ходатайство друг за друга. Ведь не написано ли, что Дух Святой ходатайствует через нас с дыханиями неизреченными? Поэтому это то, что мы должны позволить Ему делать. Ведь это убережет и нас, и других, за кого мы будем молиться от многих ошибок и промахов, и неудач, и разочарований. Итак, мы должны возрастать и умножаться в вере, умножаясь в познании Бога, и забывая заднее простираться вперед к тому самому лучшему, что Господь приготовил для нас в своем совершенном плане. И мы не потерпим поражение, потому что Иисус, как наш ходатай, гарантирует нам это. Слава Господу! Да будет имя Господа превознесено! Отец, мы благодарим Тебя за Твое драгоценное откровение. Мы молимся о том, чтобы Ты помог нам быть исполнителем Твоего слова. Мы молимся, Господь, чтобы Ты укрепил нашу веру, чтобы Ты помог ей не оскудеть и не ослабветь, но чтобы Ты помог нам укрепляться и возрастать в вере, и утверждать и укреплять многих. Во имя Иисуса Христа. Аминь.